Если отнять свободу слова, то немых и молчаливых нас могут вести, как овец на бойню. Лучше быть одному, чем в плохой компании. У немногих мужчин есть добродетель, чтобы противостоять тому, кто предложит самую высокую цену. Истина в конечном итоге восторжествует там, где есть усилия, чтобы выявить ее. Остерегайтесь самозванцев, представляющих собой патриотизм. Настоящая дружба – это медленно растущее растение, которое должно пройти и выдержать потрясение, прежде чем получит право называться. Давайте поднимем планку, по которой смогут восстановить мудрые и честные. Остальное в руках Бога. Я надеюсь, что у меня хватит твердости и добродетели, чтобы сохранить то, что я считаю самым завидным из всех титулов – характер честного человека. Общайтесь с хорошими мужчинами, если дорожите собственной репутацией, ибо лучше быть одному, чем в плохой компании. Глупая и злая практика нечестивых проклятий и ругательств – это настолько подлый и низкий порог, что каждый здравомыслящий человек ненавидит и презирает его. Нам не следует оглядываться назад, если это не для того, чтобы извлечь полезные уроки из прошлых ошибок и с целью извлечь выгоду из приобретенного дорогой ценой опыта. Счастье и моральный долг неразрывно связаны. Соблюдайте добросовестность и справедливость по отношению ко всем нациям. Культивируйте мир и согласие со всеми. Основа нашей политической системы – это право людей создавать и изменять свои конституции правительства. Человечество, предоставленное самому себе, непригодно для собственного правительства. Когда мы приняли солдата, мы не оставили гражданина. Моё наблюдение состоит в том, что всякий раз, когда оказывается, что один человек подходит для выполнения обязанности, она хуже выполняется двумя людьми и почти не выполняется, если в ней задействованы трое или более. Если мы желаем избежать оскорбления, мы должны уметь отразить его. Если мы хотим обеспечить мир, один из самых мощных инструментов нашего растущего процветания, необходимо знать, что мы всегда готовы к войне. Невозможно рассуждать, не достигнув высшего существа. Война – акт насилия, целью которого является сдерживание врага, выполнение нашей воли. Нет ничего, что могло бы лучше заслуживать вашего покровительства, чем популяризация науки и литературы. В каждой стране знания – самая надежная основа общественного счастья. Тонкое знакомство с миром должно убедить каждого мужчину в том, что действия, а не слова, являются истинным критерием привязанности друзей. Пусть ваш разговор с деловыми людьми будет кратким и всеобъемлющим. Я не являюсь фанатиком какого-либо образа вероисповедания, поэтому я склонен терпеть исповедующих христианства в церкви путь к небу, который им покажется самым прямым, самым простым, легким и наименее подверженным исключением. Конституция наделяет Конгресс правом объявлять войну, поэтому никакая важная наступательная экспедиция не может быть предпринята до тех пор, пока они не обсудят этот вопрос и не санкционируют такую меру. Я прошу вас убедить вас, что никто не будет более ревностным, чем я, в установлении эффективных барьеров против ужасов духовной тирании и всех видов религиозных преследований. Намного лучше быть одному, чем находиться в плохой компании. Подготовка к войне – одно из самых эффективных средств сохранения мира. Дисциплина – это душа армии, это делает малые числа грозными, приносит успех слабым и уважение всем. Свобода, когда она начинает укореняться, становится быстрорастущим растением. Лучше не предлагать никаких оправданий, чем плохое. Будьте вежливы со всеми, но близки с немногими, и позвольте этим немногим хорошо испытать себя, прежде чем вы окажете им свое доверие. Беспокойство – это проценты, выплачиваемые теми, кто занимает проблемы. Приближается время, которое должно определить, должны ли американцы быть свободными людьми или рабами. Конституция – это руководство, от которого я никогда не откажусь. Постарайтесь сохранить в своей груди эту маленькую искру небесного огня, называемую совестью. Произвольную власть легче всего установить на развалинах свободы, злоупотребляемой распутством. Законы, принятые с общего согласия, не должны попираться отдельными лицами. Мое первое желание – увидеть изгнание с земли этой чумы человечества, войны. Позвольте своему сердцу почувствовать несчастье и страдания каждого, и позвольте вашей руке подавать пропорционально вашему кошельку. Поочередное господство одной фракции над другой, обостренное духом мести, естественным для партийных разногласий, которое в разные эпохи и в разных странах совершало самые ужасные чудовища, само по себе является ужасным деспотизмом. Но это в конечном итоге ведет к более формальному и постоянному деспотизму. Будет обнаружена несправедливая и неразумная зависть лишить человека его естественной свободы на основании предположения, что он может злоупотребить ею. Давайте с осторожностью предположим, что мораль может поддерживаться без религии. Разум и опыт не позволяют нам рассчитывать на то, что национальная мораль может возобладать при исключении религиозных принципов. Я хожу по нетронутой земле. Вряд ли есть какая-то часть моего поведения, которая в дальнейшем не могла бы стать прецедентом. Нет ничего более вредного для служения, чем пренебрежение дисциплиной, ибо эта дисциплина более высокая, чем численность, дает одной армии превосходство над другой. Когда-нибудь, по примеру, Соединенных Штатов Америки, появятся Соединенные Штаты Европы. Опыт учит нас, что гораздо легче предотвратить появление врага, чем выбить его после того, как он овладел собой. В качестве первостепенной позиции и основы нашей системы, можно считать, что каждый гражданин, пользующийся защитой свободного правительства, обязан не только частью своей собственности, но даже своими личными услугами для ее защиты. Плохое семя – это наихудшее ограбление. От этого страдает не только ваш кошелек, но и ваши приготовления потеряны, и сезон проходит без улучшения. У меня нет иного взгляда, кроме как способствовать общественному благу, и я не амбициозен к почестям, основанным не на одобрении моей страны. Разросшиеся военные учреждения при любой форме правления неблагоприятны для свободы, и их следует рассматривать как особо враждебные республиканской свободе. В некоторых случаях снисходительность действует с большей силой, чем строгость. Поэтому я в первую очередь хочу, чтобы он отличался от всего моего поведения. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая цитата вам близка, и не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.